Подождите, подождите, как это больше никого не осталось? Так, никого не осталось, все девки кончились, остались только мы вдвоём. Сейчас не понял. Я каждый год прилетал сюда, выбирал красивую молодую девушку. Между прочим, всё делал как по сказке. Так кто в сказке? А тут ты встретился с суровой реальностью современной российской деревни. Так что давай, выбирай, выбирай. Мы к тебе 30 лет на кастинге ходим, всё мимо да мимо. Да не буду я вас брать. Я каждый год нормальную, молодую выбирал. Да нет, это ты не их выбирал. Это ты нас откладывал. Причём, если бы 30 лет назад нас выбрал, ситуация была бы не такая патлая. Ты сам подумай, зачем тебе эти молодые да неопытные? А тут гляди, кожа, рожа, все дела. Полный пакет. Я бы даже сказала, соцпакет. Так, подождите. Неужели вообще никого в деревне не осталось, кроме вас? Вообще никого не осталось. Остались только мы. Кстати, ты на акцию попал. Какую ещё акцию? Две бабки по цене одной. Так что давай, выбирай и полетели. Будем втроём жить. Ну и как вы себе это представляете? Как мы вместе жить-то будем? Ну как-как? Ты что, никогда над шведскими деревеньками не пролетал? Нормально будем жить. Готовить тебе будем. Вон, погляди, у тебя как от духовки-то аж три комфорки. Ну, детей не обещаем, конечно, но колобка слепить можем. Ага. А то, что вот у тебя кожа зелёная да пупырчатая, ты не волнуйся. Матрёна тебя вычитает. А вообще, Горыныч, мы благодаря тебе счастливую жизнь прожили. Ты как последнюю девку-то забрал. У нас, считай, вторая молодость началась. Так что давай, забирай нас обеих и полетели. Светочек, ты загранпаспорт-то взяла? А зачем? Ну он же Горыныч, походу хорват. А-а-а. Матька, Лёшка, Лёшка. Ох, работаем. А ну, чудище поганое, выходи. Сейчас я тебе дам отведать силушки богатырской. Троица что-то у меня. Подожди. Да не, нормально. Так, отойдите, бабули. Сейчас я его убивать буду. Лёшка, Лёшка, ты сейчас не змея убивать будешь. Ты бабкину надежду убивать будешь, Лёшка. Автоген мне вдышло. Я извиняюсь, как зовут моего спасителя? Лёша я. Попович? Здоровый какой. Это хорошо. Маленькую я сеточку взял. Погоди, гад, не уходи. Сейчас я быстро. Клава, Клава, Клава. Слышь, Попович, походу, тоже хорват. Горыныч, Попович, это точно русская сказка? Да точно, мать, точно. Так, отойдите, бабули. Лёша, Лёша, ну что ж ты всё приключения-то на свою фамилию ищешь-то, а? Так, отойдите, бабушки. Сейчас я закрою этот парк юрского периода. А ну давай не фулюган! Ты чё, ты чё делаешь-то? Кощея прогнал, словья разбойника погубил. Никакой личной жизни. Нет, фу, фу, сейчас пушку снесут, ребят. Ну чё вы, нормального мужика-то найти не можете, что ли? Лёшка, пойми, девушки любят плохих парней. Я его всё равно убью, потому как я русский богатырь. Да какой ты богатырь-то, а? Ты браконьер какой-то. Ходишь вон, редких животных убиваешь. А кого мне ещё убивать? Ну а чё, обязательно убивать, что ли? Ну а чё ещё делать? На Руси, в 12 веке. Ни полиции тебе, ни бокса. Лёша, да ты пойми, дурья твоя голова. Если ты сейчас нашего суженого убьёшь, тебе же на нас жениться придётся. Тебе это надо. Ты же не Прохор Шаляпин. Вот именно. Лёша, кстати. Где? На подоконнике. А я не ослепну? Не ослепнешь, прозреешь даже. Как себе делала. Ух, чудище поганое. Всё, всё, всё. Доберусь я до тебя. Сейчас просто времени нету. Да погоди ты, Лёш. Чего откладывать? Сейчас меня убей. Ловни ей две точек. Заходи против солнца. Ну что, горышка огненная, отрышка. Вот, вот. И захлопнулась мышеловка-то. Подождите, женщины. Так же нельзя, не по-человечески как-то. Ты гляди, гляди, как завёлся жаба. Рано завёлся жаба. Погоди, маменька. Ай. Ну чё думаешь? Отвадили. Ой, не знай, Клавка. А мне он понравился. Думаешь, не прилетит больше? Да кто к тебе прилетит? Ты в зеркало погляди на себя. Голубей нормально покормить не можешь. Они от тебя отлетают, да подлетать боятся. Ты у нас зато красотка. В полном соку. Ну ладно. Пойдём девок из подвала выпускать. Ага, пойдём. Давай, иди, мать, я догоню. Это ничто? Да. Ти-ки-ля. 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 Ти-к-ля. Субтитры сделал DimaTorzok